Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и на продаже появилась Акула. Мечта каждого танкиста в комплекте с Т-77. Мечтой далеко не каждого танкиста могу назвать данную машину, почему будем обсуждать чуть позже. Что касается ребят набора и покупки по отдельности. И ту и другую машину ребят оценили в одинаковое количество голды, хотя я с этим абсолютно не согласен. Потому что машины все-таки разные и ценники должны быть тоже на них разные. Я считаю, что допустим если за 8,5 Акула это еще нормально и в притирку приемлемо. То что касается Т-77, которого я лично брал себе на основу вообще за 10 косарей и был безумно расстроен качеством данного аппарата. То 8,5 я честно говоря для него считаю слишком завышенным ценником. Ему золотая цена где-то 7,5 и то прям уж если сильно надо. Что касается набора, раньше этот набор стоил 17,5 тысяч, сейчас за него просят 12,5 тысяч. И в составе набора действительно получается гораздо выгоднее. Но будьте готовы к тому, что машины играются абсолютно по-разному. А с другой стороны это и хорошо, потому что вам предлагают цикличный и барабанный аппараты. В общем на любителя любого геймплея. Что касается внешнего вида. Спорить не буду на Т-77. Внешний вид просто одуренный, мне очень нравится. Действительно классно все придумано, прорисовано. Ну просто балдеж. Что касается акулы. У меня акула на основе без своего легендарного внешнего вида. И честно говоря ее легендарный внешний вид мне не нравится абсолютно. На сегодняшний день он абсолютно ничем не выдающийся. И я бы не сказал, что является супер каким-то красочным и интересным. Ну хорошо, окей. Акула на башне нарисована. Все в принципе. Да, есть какие-то там звездочки, но по большому счету особо глазу зацепиться здесь не на что. Ну и честно говоря, когда играешь вот так вот, то тоже особо ничего не наблюдаешь. В отличии от нашего Т-77, который действительно в своем вот этом внешнем виде легендарном с трубами смотрится действительно классно. И сзади тоже в принципе где-то хоть как-то что-то есть. Но не знаю, тут на любителя сборить особо не буду. Короче говоря, ребят, что касается набора, то 12,5 за 2 восьмерки это в принципе нормально. И восьмерки плюс-минус годны. Единственное что, будьте готовы к тому, что Т-77 очень сложная машина в игре. И на нем действительно очень сложно реализовать себя. И это явно машина не для начинающего игрока. Здесь абсолютно нет брони. Он очень сложный в выживаемости на время перезарядки магазина. А время перезарядки магазина здесь действительно долговатое. Обратите внимание, что с учетом всего, что там можно было поставить, получается неполные 20 секунд. И при этом всем вы имеете всего лишь 2 снаряда по 380. Да, в руках каких-нибудь статистов, которые умеют откидывать барабаны, прятаться на время перезарядки, оставлять свою команду в одиночестве. Окей, хорошо, данная машина может давать хорошие результаты по количеству наносимого урона за бой. Но не более того, победа от вас не зависит в принципе. Потому что если в вас кто-нибудь вцепится, а эта машина полностью картонная, то в принципе вы очень быстро отлетаете в ангар. Того же самого я не могу сказать про Акулу. Данная машина, ну прям в корне отличается, хотя внешне очень похожа от Т-77. Машинка действительно классная, машинка действительно интересная и является моей любимицей. Здесь очень хорошее качественное орудие, здесь хорошая броня, здесь есть возможность допускать ошибки, которые машина периодически вам прощает. И здесь, пускай и не сильно высокая альфа в 310, но все же хорошее время перезарядки в 8 с копейками секунды и вполне себе нормальный ДПМ в 2250, который действительно на своем уровне реализует. Все, что можно было обсудить, обсудили. Давайте закатимся в бой. И забегая наперед, ребят, отмечу, что моя нелюбовь к Т-77 обоснована тем, что я очень сильно расстроился, что потратил на него 10 косарей за голую машину. Покупал тогда, повевшись на высокий процент по победам, но понял, что для меня эта машина, ну, крайне сложная. Ну и, соответственно, на это, ребят, обращайте внимание, приобретая себе премиумные машины. Обращайте внимание на то, насколько легко вам будет играться. Если вы хотите увидеть честные обзоры на данные тачки, то обязательно посмотрите по ссылочкам видосы, которые есть у меня на канале. Абсолютно честные обзоры на Т-77, абсолютно честные обзоры на Т-54Е2 Акула и другие видео. Ссылки также я добавлю в описании к данному видосу. Кроме того, ребят, приглашаю всех к себе на дискорд сервер, где вы можете общаться с ребятами, которые любят танки точно так же, как и вы. Вы можете ознакомиться с новостями игры, которые там публикуются, как только выходят в официальных источников. Никакой отсебячины. Исключительно честные, правдивые новости о нашей с вами игре. И, ребят, есть раздел новости канала, где вы можете видеть информацию о выходящих видео, да и много других чатиков там есть. Всех приглашаю. И как только мы там наберем тысячу плюс постоянных участников, мы разыграем там премиумную машину в отдельном разделе. Поэтому, друзья мои, подписываемся на канал, ставим лайк и обязательно жмем на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Только убедитесь, что у вас вот так вот прожат колокольчик, чтобы все уведомления с канала к вам приходили, и вы ничего не пропустили. Я благодарю вам за просмотр и за интерес к моему контенту. Стараюсь специально для вас и буду стараться в дальнейшем. От вас необходима только поддержка канала. Плюс к тому, ребят, если хотите поддержать канал, вы можете стать спонсорами канала. Там еще дополнительные плюшки для спонсоров. Ознакомьтесь с условиями и становитесь спонсорами. Буду вам безумно благодарен. Ну что, поехали. Акула великолепно отыгрывается от башни. Очень часто получает непробитие и рикошеты, когда вы находитесь в прямой проекции башни по отношению к вашим врагам. Машина с достойной подвижностью. Машина с довольно неплохой альфой. И очень, очень приятным орудием в отношении точности времени сведения и других показателей. В общем, машина действительно сбалансирована очень качественно, очень классно. Единственное, что вам помните о том, что у вас абсолютно картонный нижний бронелист. И это действительно порой доставляет определенного дискомфорта в игре. Но в целом, ребят, если вы к этому привыкаете, если вы понимаете, как данную машину отыгрывать ромбом, как ее отыгрывать от башни, то вы можете давать очень классные и высокие результаты по окончанию боя, быть лидером по урону, быть лидером по количеству вынесенных врагов в ангар. Короче говоря, вы можете быть лидером во всем. Да, безусловно, бывают и такие бои, в которых похвастаться нечем. Ну, просто потому что бой так сложился, потому что на передуру ты выехал самостоятельно, без поддержки своих союзников. Или вот так вот в корму к тебе кто-то заехал и дал тебе плюху. Но, ребят, все же в большинстве своем, а где-то 8 боев из 10, я гарантирую вам хорошее настроение, гарантирую вам хорошие результаты, я гарантирую вам достойное вознаграждение в виде серебра. И это та машина, за которую мне абсолютно не стыдно замолвить слово в отношении того, чтобы вы ее себе приобрели. Я очень часто говорю по поводу того, что на своем канале я ни в коем случае никогда не посоветую вам чего-либо, что может потенциально вас расстроить. Так вот, акула к этим машинам однозначно не относится. Не будет она вас расстраивать никогда. Причем, что самое классное, и чем мне нравится еще акула, так это тем, что у данной машины есть возможность показывать хорошие результаты, когда вы будете играть не только на ПК или на ноутбуке, но и будете играть на планшете, либо на телефоне. Дело в том, что все-таки стоит понимать разницу качества управления танком, играя на ПК и играя на сенсорнике, и некоторые машины, они просто тусклые становятся, либо вообще полностью меркнут тогда, когда вы начинаете играть на них на телефоне, потому что на компьютере управлять легко и классно, все удобно, легко прицеливаться и так далее, и справляться с хорошей динамикой и подвижностью, но в то же время, когда вы играете с сенсорником, все это теряется и вам становится дискомфортным. Так вот, вот эта машина, она действительно качественно и хорошо отыгрывается, вне зависимости от того, на чем вы будете играть. Ну что, доберем брата? Нет, не успел, зря серебряндию потратил, но да бог с ним, не суть. Суть заключается в том, что на этой машине вы всегда делаете шикарный вклад в победу вашей команды. Эта машина действительно must-have в ангаре любого танкиста. Вот здесь уже точно по барабану, начинающий вы игрок или нет. Сейчас абсолютно не зашкаливающий показатель, 1262 единицы нанесенного урона, победа. Что касается, ребят, результативности по фарму, то с учетом того, что у меня есть прям аккаунт, активированный 29 тысяч, но, ребят, набросать гораздо больше урона абсолютно не проблема на данной машине. Я отвлекался на то, чтобы пообщаться с вами, и я, ну, не находился, прямо скажем, в гуще событий. Вывозить на этой машине 2500 урона за бой, да легко. Посмотрите другие обзоры на моем канале, и вы поймете, о чем я говорю. Причем эти обзоры абсолютно честные. Ну и для, скажем так, справедливости выкатывания данной машины из ангара возьмем сейчас данную тачку и выйдем на ней еще в одну катку. Что касается Т-77, в данном видосе не буду его вывозить из ангара, выложу отдельное видео, ну, просто потому что кому-то интересно посмотреть на Т-54Е2, а кому-то интересно посмотреть на Т-77 и обсудить конкретно эту машину. Поэтому всегда разделяю, даже если танки выходят в составе набора, стараюсь разделять видео на несколько частей, для того, чтобы уважить интерес каждого из зрителей. Дожидаемся захода в бой, ну и обязательно сейчас попытаемся чутка получше реализовать ДПМ данной шикарной машины. Итак, друзья, очередная катка. Поехали, попытаемся реализовать великолепную тачку в нашей игре. Сейчас посмотрим, что происходить будет. В целом, пока займем такую выжидающую позицию, попытаемся стать немножко от башни, для того, чтобы скрыть свой нижний бронелист. Попытаемся заценить точность данного орудия, а точность здесь действительно присутствует у машины. Ну давай, поднимайся наверх. Не хочешь, да? Понятное дело, я бы тоже не хотел. Зачем, правда, тогда так выпячиваться на передовую? Ладно. Разменялись непробитиями, это уже хорошо. Два непробития, и того на 1200. Сейчас у меня, если я правильно понял, есть уже в копилке непробитий. Башня танкует просто шикарно. Кто-то может сказать, что акула полукартонная, и что ее могут пробивать абсолютно с легкостью. Нет, ребят, это говорят те ребята, которые либо не играли на данной тачке, либо редко ее встречали в виде своего врага. Крушак. Ну окей, хорошо. Тебя прощаю. Ушел Крушитель на перезарядку. ИС-5, давай немножко поагрессивнее там как-то поднимись. Я понимаю, что ты меня не слышишь, но может как-то все-таки долетит до тебя эта инфа. Пробил. Их вот конторан. Скоро заряжение и поворота снижено. Края не пробита. Усилицы гражданы. Шанс разрыва увеличен. Есть пробитие. Так. Подождем немножко. Крушачок, давай. Подвинься вперед. Молодец. Спасибо тебе большое, что ты добавил в нашу копилку урона. Ну. Федя ушел. ВЗ-шка пытается отстаиваться. А это, в принципе, довольно неплохой повод прорваться вперед. Где-то там еще ПТ-шка гуляет. Но я думаю, что надолго ее не хватит. Ну что, поехали. Попытаемся немножко понакидывать. Сведение очень классное. Орудие очень точное. Действительно, отыгрывается очень комфортно, очень удобно. И в отношении стрельбы, ребят, на дальнее расстояние... Ну, сейчас затестить не получится. Но просто поверьте мне на слово, что на дальних расстояниях она играется столь же кайфово, как и на ближних расстояниях. Это действительно очень удобно. И что самое приятное в отношении точности орудия, что на нем практически не встречается вот этих вот неприятных моментов, когда у тебя вроде бы полностью свелось орудие, и вроде бы ты должен сейчас попасть, а снаряд улетает неизвестно куда. Не смогли мы набросать дополнительно урона к тому, который был ранее. Я имею в виду, что превысить этот показатель. Играл очень осторожно, пытался выдержать просто направление и играть от башни. В принципе, чего и вам советую, потому что вот этот нижний бронелист, он не терпит абсолютно никаких попаданий. Но просто поверьте мне на слово, что машина способна на гораздо большее. Я не буду записывать отдельное видео, в котором буду расхваливать данную тачку и показывать ее идеальные результаты. Фарм, в принципе, на машине присутствует. Просто необходимо давать больше урона, а поверьте мне на слово, акула на это способна. Стоит ли покупать акулу из данного набора? Да, однозначно стоит. Даже в ее голом состоянии за 8,5 это приемлемая нормальная цена для годного тяжелого танка на своем уровне. Что касается Т-77, машина далеко не для всех. И если вы хотите увидеть ее в реальных боях, в свежем полуобзорчике, почему говорю полуобзорчике, потому что полный обзор на машину я уже делал, поэтому просто выкачу из ангара, точно так же, как сегодня акулу, то обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить данное видео. Оно выйдет буквально через час-другой после того, как вы смотрите данный видос, точнее после его выхода в эфир. Спасибо большое за просмотр, покупать или нет решать вам, мое дело, как обычно, показать машины такими, какие они есть на самом деле. Я побежал для вас снимать новое видео, ну а от вас ожидаю подписки, лайка, комментарии, ну и обязательно прожатого колокольчика. Мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok